Национальная платежная карта МИР Как она применяется и для чего она появилась? В связи с введением санкций в 2014 году в России возникла необходимость в обеспечении суверенитета банковской системы от внешних условий. В результате 23 июля 2014 года при поддержке Центрального банка Российской Федерации было создано Акционерное общество Национальной системы платежных карт. А уже с декабря 2015 года после проведения всероссийского творческого конкурса и выбора логотипа АО «НСПК» приступило к выпуску платежных карт МИР. Цель данного государственного проекта национального масштаба – это обеспечение платежного суверенитета Российской Федерации, реализована полностью на отечественных технологиях. Карта МИР обладает полным набором функций традиционных для международных банковских карт, отвечает международным стандартам безопасности. Конечно, этой карте можно доверять, можно расплачиваться и в магазинах, и снимать наличные средства в банкоматах, и оплачивать покупки в интернете. – Валерий Николаевич, скажите, пожалуйста, это Россия самостоятельно пошла на такой шаг, или есть уже такие аналоги в мире подобных платежных систем, национальных платежных систем? – Естественно, цель, озвученная мною, она присуща всем государствам. Можно из таких наиболее успешных реализаций национальных платежных систем, можно отметить китайский Union Payne International, который был создан в 2002 году. И за короткий срок вышла в абсолютную лидеру по количеству выпущенных карт. Это более 4 миллиардов последних данных карт выпустила данная платежная система. Она является международной и принимается во многих странах, в том числе и России, к оплате. Также из наиболее молодых можно отметить индийскую компанию RuPay, которая буквально за 5 лет после организации уже стала международной картой, к чему стремится, естественно, и наша ООН СПК. Ну и среди стран СНГ, среди наших ближайших соседей, такими платежными системами обладает Белоруссия, Белкарта, и в Армении организована своя национальная платежная система, Арко. Я знаю, что сейчас бюджетников переводят на эти карты. И вот срок, когда нужно перевестись на карту МИР, и что делать, если не успеют до этого срока? 1 мая 2017 года были внесены изменения в федеральный закон о национальной системе платежных карт, в соответствии с которым, да, платежи из бюджета, зарплаты и иные выплаты сотрудникам бюджетной сферы могут идти только на карты МИР. Сроки, значит, следующие. С 1 июля 2017 года люди, впервые устраивающиеся на работу в бюджетную сферу, получают зарплату только на карты МИР. С 2018 года мы должны перевести всех уже действующих сотрудников бюджетной сферы на получение выплат из бюджета на карту МИР. И с 1 июля 2020 года уже все пенсионеры также имеют, вернее, даже не имеют права, а обязаны получать все выплаты из бюджета только на указанной карты. А если не успеют, что делать? Если не успеют, то банк при поступлении средств из бюджета учитывает данные средства на счете невыясненных платежей, извещает клиента, получателя платежа, если о том, что у него имеются три возможности. Это открыть карту МИР и зачислить платежи на нее, открыть просто расчетный счет или выплатить наличными средствами клиенту. Поэтому я предлагаю не затягивать данный вопрос и оформить карту МИР в максимально короткие сроки. Тем более, существует план перевода сотрудников бюджетной сферы Чувашской республики по этапный план, где мы четко прописали сроки до 2018 года, в соответствии с которым мы с банками переводим организацию бюджетной сферы на карту МИР. То есть сотрудники банковской сферы выезжают, собирают заявления. Фактически у нас 100% бюджетных учреждений получают заработную плату на банковские карты, поэтому подписывают дополнительные соглашения к действующим договорам, оформляют заявления и также выезжают на место и выдают эти карты сотрудникам. То есть фактически все делается очень быстро и качественно. Валерий Николаевич, наша компания уже перешла на карты МИР, но у нас есть несколько таких практических вопросов. Что делать, если я выезжаю за границу? Карта МИР не действует. В настоящее время, к сожалению, карта МИР принимается к оплате на территории России, в том числе на территории Крыма, что очень важно, так как многие международные платежные системы в Крым не идут, боясь санкций, опасаясь их. Поэтому наша карта действует и на территории Республики Крым. При выезде за границу есть возможность выпуска так называемых кобейджинговых карт с международными платежными системами. Когда карта МИР на территории Российской Федерации действует как карта МИР, там уже за границей как международная банковская карта. И параллельно проводится работа АОНСПК и на уровне правительства Российской Федерации о приеме пластиковых карт, банковских карт МИР на территории государства, наиболее традиционных для посещения российским туристам, таким как Таиланд, Вьетнам, Турция, Египет и так далее. По последней информации, уже приступили к приему пластиковых карт МИР на территории Армении. – Валерий Николаевич, но очень многих интересует вопрос, безопасно ли платить карты МИР в интернете и какие сервисы сейчас поддерживают оплату? – Да, это безопасно. Платежная карта МИР обладает собственной технологией защиты информации МИРАкцепт, которая отвечает всем международным стандартам. И платежи в интернете уже принимаются. Точно видел, на сайте Аэрофлот принимается, в Азон, также в Mail Group в некоторых их проектах и еще где-то. То есть, если вы присмотритесь, можно обратить внимание, логотип карты МИРа во многих сайтах уже присутствует. Я уже сам этим пользуюсь, в принципе, все это безопасно. – Мы говорим о необходимости перехода на карту МИР. Какие конкурентные преимущества у этой карты? Почему жители России должны выбрать именно эту карту? – Банковская карта МИР обладает полным пакетом традиционным для международных банковских карт. То есть, это оплата в магазинах, безнадежным путем снятия наличных, это оплата платежей в интернете. Ну, фактически полный набор. Если какие-то некоторые функции еще не реализованы, то они будут реализованы в кратчайшее время, буквально в ноябре-декабре текущего года. Более того, карту МИР можно будет использовать в некоторых социальных, не финансовых уже сферах. Планируется, что уже отрабатывается опытная технология по использованию банковской карты МИР вместо зачетной книжки для студентов, вместо кампусной книжки. То есть, когда можно будет пройти по данной карте в общежитии, в библиотеку, можно будет использовать также в качестве читательского билета и так далее. Одним из преимуществ банковской карты, вот можно отметить, по крайней мере, разработчик обещал, что банковскую карту МИР, приложение транспортное приложение к карте, можно будет использовать уже на территории всей Российской Федерации. Для оплаты проезда. Для оплаты проезда. Валерий Николаевич, ну и давайте завершающий вопрос. Если телезрители заинтересовались, если к ним в учреждения еще не пришли банковские работники, где можно узнать всю информацию про карту МИР? У Национальной системы платежных карт существует свой сайт, миронлайн.ру. Там можно будет получить всю необходимую информацию, плюс можно будет получить онлайн-консультацию у специалистов компании. Также все это можно будет уточнить в банке. Я отмечал или нет, более 350 банков уже являются участниками Национальной системы платежных карт. Более 80 банков эти карты уже выпускают. Поэтому сотрудники банков, они в основном уже знают, что к чему, какие вопросы могут возникнуть. Я напомню, что об Национальной платежной системе МИР мы говорили с заместителем министра финансов Чувашской республики Валерием Ивановым. Валерий Николаевич, спасибо вам большое. Спасибо большое, Татьяна, за предоставленную возможность рассказать широким кругом зрителей о карте МИР. И пожелать нашим зрителям финансового благополучия и развития с нашей Национальной банковской картой. Всем финансового благополучия. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»